Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Очередное сообщение о минировании госорганизации зафиксировано в области. На данный момент уже известно, что, как и все предыдущие, оно оказалось ложным. Объектом на этот раз было выбрано здание Управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горосполкома. На место происшествия прибыли различные экстренные службы и следственно-оперативная группа. В целях обеспечения безопасности работники и посетители здания были эвакуированы. Соперно-пиротехническая группа тщательно осмотрела все помещения. Взрывного устройства не обнаружено. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Правоохранители предупреждают об ответственности за подобные противоправные действия. Санкция статьи 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Трое юношей из Лельческого района попались на кражи старых телевизоров. В оперативно-дежурную службу районного дела внутренних дел обратился житель одной из деревень. Мужчина сообщил о том, что в период с 16 по 19 марта неизвестный взломал оконную раму, проник в его дачный дом, откуда похитил пять старых телевизоров советского производства и стационарный телефон. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Лельческого РУВД установили, что кражи причастны трое несовершеннолетних парней, проживающих в данном населенном пункте. Двое из них уже попадали в поле зрения сотрудников милиции за употребление спиртных напитков. Приятели решили встретить первые теплые дни выходом на природу. В поисках денег на все необходимое для такого культпохода они совершили другой, менее культурный. Распотрошив все украденное, на запчасти, содержащие цветной металл, они сдали добычу в пункт приема в Торчер Мета. Полученные деньги потратили на сигареты и мясо для шашлыка. Материалы проверки переданы в Лельческое РУСК для дачи правовой оценки. Безопасное вождение – это управление транспортным средством таким образом, чтобы возможность совершения дорожно-транспортного происшествия сводилась к нулю. Но 50-летний водитель автомобиля «Фольксваген-транспортер», двигаясь по улице Чилидзе в Брагине, пренебрег этим требованиям, за что и поплатился. Накануне утром он попал в ДТП. Водитель отвлекся на перевозимую в автомобиле собаку, не справился с управлением и совершил столкновение с осветительной опорой. С травмами мужчина был доставлен в больницу. На чужих ошибках учатся не все. Некоторым надо обязательно совершить свою. Спасатели Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям вчера ликвидировали пожар в гараже по улице Героев-подпольщиков. В результате пожара огнем повреждены деревянный стеллаж, вещи и некоторые элементы кузова легкового автомобиля «Фольксваген Сантана» 1985 года выпуска. Обошлось без пострадавших. По версии спасателей, пожар мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Примечательно, что чуть более месяца назад в соседнем гараже на этой же улице пожаром закончился ремонт автомобиля «Фольксваген Джета». Тогда возгорание произошло из-за нарушения правил пользования электроприборами. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.